Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию хочу предложить доклад на тему при хирургической визуализации эпилептогенных опухолей височной доле у детей. Хочу коротко говорить об актуальности. Ряд образований встречается исключительно в детском возрасте, могут не иметь типичной для опухолей МР-картины и, как правило, ассоциироваться с тяжёлыми формами фармакорезистентной эпилепсии, которые приводят к хирургическому лечению. Могут приводить. Эти опухоли способны имитировать различные другие патологические процессы в тканях головного мозга, залегать труднодоступных регионов, известная их склонность к темпороинсулярной локализации и этим существенно затруднять дифференциальный диагноз. Также, учитывая особенности строения височных долей, визуализация таких образований предоставляет определённые трудности для стандартного протокола МРТ-исследования головного мозга. И результаты могут быть недостаточно информативны для прихирургического обследования лечения именно эпилепсией, ещё раз говорю. Факторы, влияющие на визуализацию. Замеданная динамическая трансформация или её отсутствие у этих опухолей. Неоднозначное отношение к контрастному усилению. Склонность к локализации медиабазальных отделов височных долей. Вот вашему вниманию представлены опухоли, которые были встречены нами у пациентов в исследуемой группе. Во всех этих случаях дифференциальный диагноз проводился между, в этом случае, между объёмным образованием и последствиями перенесённой нейроинфекции. В этом случае был поставлен гипоксический ишемический генез поражения. В этом случае была арахноидальная киста описана, точно так же врождённая к артикальной локализации. И было отмечено, в нашем исследовании было отмечено практически полное отсутствие контрастного усиления только в четырёх случаях. Из 26 опухолей капелеконтраста, это были глиальные образования. Волиморфим структурной архитектоники отсутствующий перифокальный отёк и масс-эффект в большинстве случаев. В нашем случае был только один отмечен негрубый масс-эффект без перифокального отёка и частая ассоциация с фокальными и картикальными дисклазиями. В этом случае задача нейровизуализации выяснить, актуально ли прихирургическое высокорешающее исследование МРТ-ВР, исходя из результатов предварительных рутин МРТ и нейрофизиологических обследований. Отягощающими факторами являлись локализация в трудодоступных регионах и неясный генез этих изменений, вовлечение функционально значимых зон картикальной пластинки и предположение о наличии перитуморальных изменений ФКД или двойной патологии МТС. МТС здесь не метастаза, МТС-тамезиальный темпоральный склероз. Материалы и методы. В нашем исследовании было больше пациентов, было 80 пациентов, которые были с опухолями головного мозга. Наибольшие трудности представили пациенты с опухолями в височной доле. Они были в количестве 26 человек с гистопатологически подтвержденными опухолями. Все опухоли в этом исследовании прооперированы. С наличием симптоматической эпилепсии пациенты были в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Комплекс нейрорадиологических исследований проводился на базе отделения лучевой диагностики РДКБ. Заведующий профессор Алиханов. КТ выполнялась для дальнейшего использования при нейронавигации и для общего повышения специфичности визуализации. МРТ выполнялась на аппарате с напряжением магнитного поля 1,5 Тесла в стандартных импульсных посредственностях на срезе 4 мм, при толщине шага 2 мм. Вот здесь вы видите МРТ с высоким разрешением, которое было применено в прихирургической визуализации у 17 пациентов из 26. На срезе 1,7 мм, при шаге 0,1 мм, в режимах, позволяющих максимально детально визуализировать именно картикальную пластинку или серо-белую дифференциацию. И точно так же с применением специального гиппокампального позиционирования среза, который идет параллельно длинной оси гиппокампов и перпендикулярно длинной оси гиппокампов, что позволяет раскрывать глубинные отделы височных долей. Особенности МРТ с высоким разрешением. На прижимом магнитного поля этого аппарата должно быть не менее 1,5 Тесла, а лучше больше. Сейчас используются 3-х тысловые аппараты. Обязательное обездвижение пациента. Минимальное время исследования занимает 40 минут, а то и больше. Исходя из того, что вы видите, протокол может модифицироваться и модернизироваться по ходу самого исследования, так как вы видите вновь открывшиеся факты или какие-то образования в одних режимах видятся гораздо лучше, чем в других. Комбинация режимов для исследования картикальной пластинки в ущерб другим тканям и гиппокампальная ориентация срезов при минимальной толщине шага и срезы сканирования. Вот здесь вы видите наглядный пример. Это исследование стандартное, вернее, стандартное исследование, два среза образования, и здесь минимум пять срезов, так и остальные не вставил, а так не хватило просто места. Ну, в общем, до десяти срезов на два стандартных. Здесь, к сожалению, тоже не удастся вам показать, видео не загрузилось, потому не смогу вам показать отличие именно аксиальных срезов от аксиальных срезов по стандартному протоколу. Режимы для детальной визуализации картикальной пластинки темпороинсулинарных регионов. Вот видите, все эти режимы, они оценивают картикальную пластинку, но, однако, вместе с тем, оценка других отделов головного мозга, она считается уже не специфичной. Здесь все выведено для максимальной дифференциации серого и белого вещества. Специально ретушируется, в таких режимах, как СПЖР, специально ретушируется картикальная пластинка, есть 3D форматы, от которых очень трудно открыться даже маленьким поражением вещества головного мозга. Есть различные инверсии восстановления от каких-то тканей, от свободной жидкости, от жировой ткани и так далее. Точно так же применяют и контрастное усиление при таких изменениях, чтобы еще больше поднять, как сказать вам, не специфичность, а ответ, релаксационный ответ. Таким образом, из 26 пациентов в 13 случаях мы отмечали наличие нейронально-глиальных смешанных опухолей, в 12 случаях были глиальные опухоли, и в одном случае была опухоль сосудистого сплетения. Абсолютное первенство в наличии двойной патологии, ФКД-ассоциатов и трудности дифференциального диагноза было, конечно, представлено в опухоли нейронально-глиального ряда по сравнению с опухолями глиального ряда, в которых трудности нам создали только диффузно растущие ацетомы, которые были мелких размеров, которые требовали долгого динамического контроля и, соответственно, наблюдения за этими пациентами. Однако, вместе с тем, нам удалось выявить некоторые специфичные признаки днео- и ганглиоглиом, которые были в основном представлены нейроперитериальные опухоли. И, соответственно, сравнить их с теми, которые были у иностранных авторов, у нас получилась, в принципе, корреляция была произведена. Это интракартикальные образования, они описываются как интракартикальные образования гипертенсивные в Т2 и Т1 взвешенных изображениях. Извиняюсь, гиперинтенсивные в Т2 и флэр взвешенных изображениях, и, как правило, гипоинтенсивные в Т1 взвешенных изображениях. Все эти сигнальные характеристики могут варьировать, но все-таки гипоинтенсивность сохраняется. Увеличенные извилины, вот такие. Увеличенные извилины дольше тест структура. Разделение септами на камеры создают паттерн мыльной пузы с возможным наличием основной кисты. В нашем исследовании основная киста была практически у всех этих пациентов отмечена. Объем очага превышает толщину нормальной коры. В ней визуализируется симптом вклинения, прилежащий слой белого вещества. Вот это классический такой паттерн, который встречается, треугольный. В некоторых случаях образование находится базальной мембране основания образования, а верхушка расположена и идет к желудочку, создавая такой ход, который описан как хвост кометы. Особенности контрастного усиления. Главной особенностью является то, что это контрастное усиление неоднозначное. Нельзя убедительно сказать, это контраст позитивной опухоли или контраст негативной опухоли, как, например, в случае с глиобластомами и диффузными астетомами Грейт-1. В этом случае, по мнению Алиханова и соавторов, оно возможно, если в структуре образования преобладают глиальные элементы над диспластическими. Тогда контрастное усиление возможно. Однако отмечена в ряде случаев склонность к узловому накоплению МРКС, а к кислозному узлу тем более характерен для глиобластомы. В нашем исследовании, за исключением двух детей с глиобластомами, у которых был патагомоничный симптом некротического кольца, мы не выявили других паттернов, за исключением как различные по интенсивности паттерны узлового и кислозно-узлового контрастного усиления. Но вместе с тем, узловое у нас было отмечено, это опухоль ганглиоглиома, а вот кислозно-узловые опухоли, две из них, которые были, это было отмечено в наличии ДНЕО. Дифференциальный диагноз следует проводить со страцитомами Грейт-1.2, олигодендоглиомами, арахноидальными кистами, фокальными картикальными дисплазиями, последовательными церебральных катастроф. Вот на этом слайде вам представлены, на самом деле, две опухоли и одна фокально-картикальная дисплазия. До операции, до получения гистологического диагноза мы так и не смогли убедительно сказать, что это образование или дисплазия. В итоге диагноз шел дифференциальный с наличием ганглиоглиома через слэш НЭТ и через слэш ФКД. В итоге вот в этом случае оказалась дизембриопластическая нейроэпитериальная опухоль, вот в этом случае оказалась дизембриопластическая нейроэпитериальная опухоль, А вот в этом случае оказался участок массивной дисплазии. Ну и вот точно такой же пациент, который наблюдался как последствия нейроинфекции. Соответственно, вот представлено поражение герпетическое в височной доле и опухолевое поражение. Признаки ФКД ассоциатов. Сопутствующая атрофия или гипоплазия переднего полюса гиппокампа или фокальная, там, где находится этот участок. Локально или распространено за пределы височной доли нарушение серо-белой дифференциации. Нарушение сулькации, извращение извилин, склонность к кистозной структуре с перифокальным изменением сигнала. Наличие одного или нескольких признаков в сочетании со специфическими клиническими проявлениями позволило нам предположить у 9 пациентов наличие перитуморальных изменений в ходе подготовки к хирургическому вмешательству. На основании этого предположения было рекомендовано проведение углубленного комплексного обследования в предоперационном периоде, включающего в себя МРТВР и методы выявления зоны начала приступов и картирования функционально значимых зон коры. Здесь, к сожалению, с ошибками... А, нет, здесь все уже исправлено. И обязательное применение интероперационной электрокортикографии с целью удаления или диаферентации зоны коры, активность которой обеспечивает возникновение приступа. Вот вы видите, как проходит сама операция. Вот доктор-нейрофизиолог, который наблюдает за тем, что происходит по поводу эпилептической активности. И под контролем электрокортикографии выполняется диаферентация зоны. Здесь не имеет значения, какой объем опухоли удален. Здесь имеет значение только удаление эпилептогенного очага. Эти опухоли стабильны. Эти опухоли наблюдались в течение 6-5 лет. И наблюдались пациенты только с точки зрения фокальной фармакорезистентной тяжелой эпилепсии, которая была с прогрессивным течением. Вот хочу представить вам пациента. Случай с пациентом, который 6 лет до попадания в РДКБ наблюдался в областной больнице с диагнозом гипоксическое ишемическое повреждение ЦНС. Фармакорезистентная форма фокальной эпилепсии. После того, как не удалось подобрать терапию по месту жительства, неоднократно менялись препараты. Использовались более чем 3 препарата максимальной дозировки. Пациент был перенаправлен в РДКБ, попал к нам в отделение. После консилиума докторов, когда точно так же не смогли подобрать терапию, он после первого приезда приехал на второй приезд. Решили провести ему высоковершающие МРТ. И вот выявили все признаки, которые были указаны на предыдущих слайдах. Вот посмотрите, если близко посмотреть. Расширение субарахноидальных пространств, говорящие о какой-то степени атрофии или гипоплазии гипокампаса. Сглаженность серо-белой дифференциации полностью отсутствует. Отсутствует не только так, а диффузно распространяется по всей височной доле. Наличие очага повышенного сигнала в медиабазальных отделах височной доле позволили нам предположить у пациента сложный комплекс сочетания днео или ганглиоглиомы с фокальной кортикальной дисплазией. Было рекомендовано углубленное исследование. В итоге пациенту резицировалась височная доля. Спасибо за внимание. Извините, не успел еще одного очень интересного пациента показать. Вывод у меня только один, такой же, как у коллеги, которого я слушал до этого, очень интересный доклад. Только в корреляции с грамотной работой специалистов, неврологов, нейрохирургов, нейрофизиологов возможны очень хорошие результаты. МРТ, к сожалению, показывает не все. Вот следующий пациент был, то, что на МРТ видели образование, когда зашли в головной мост, соответственно, образование не увидели и резали, ориентируясь, резицировали, ориентируясь только на нейронавигацию. Благодарю. У нас не осталось времени уже для ответов.